Презентация сбалансированного 10-дневного меню, разработанного для воспитанников детских оздоровительных лагерей, состоялась на базе школы номер 18. Специалисты предприятия Гурторг проводят подобные встречи дегустации уже второй год подряд. В этот раз в качестве экспертов они пригласили начальников школьных лагерей, специалистов Роспотребнадзора и самых активных родителей, которые в очередной раз убедились магнитогорских школьников кормят не только вкусно, но и качественно. Евгения Солохудинова продолжит тему. Ароматные пироги, присыпанные сахарной пудрой, рыбы под сырной шапкой, вкуснейшая выпечка. В столовой школы номер 18 столы буквально ломятся от обилия вкуснейших блюд. Ведь именно здесь сегодня проходит практическая конференция предприятия Гурторг. Главная цель встречи – презентация 10-дневного сбалансированного меню, разработанного специально для городских лагерей дневного пребывания. Меню составляется, это очень большой кропотливый труд. И до открытия этих лагерей меню начинает составляться за полгода. Потому что нужно учесть очень многие параметры. Ну и задача наша – это, конечно, накормить вкусно и качественно, выдержать весь рацион питания, который необходим. И чтобы это было полезно, чтобы дети отдохнули и набрали сил. Участие в презентации приняли также сотрудники Роспотребнадзора, начальники школьных лагерей и члены городского родительского совета, которые, кстати, подчеркнули, здесь их работа только начинается. Обычно они контролируют качество питания на протяжении всего срока работы лагерных смен. Проверяем, соответствует ли качество и внешний вид, тому, что было на дегустации и на самом деле. Но качество, я хочу сказать, в основном всегда соответствует. Также бывают иногда жалобы, что там детям кажется, что продукции меньше, чем должно быть. То мы приходим, взвешиваем, не предупреждая. Сегодня эксперты также уделяют внимание каждой детали, даже тому, насколько взвешенно подошли специалисты к данному меню. На обед идет от 80 до 100 грамм или нарезанный, или целиком овощ, салат. Супа идут все 250 грамм. Заправочные супа – это щи, борщи, рассольники, солянки идут со сметаной. Питание в лагерях будет организовано трехразовое – завтрак, полноценный обед и полдник. Детей будут кормить сытно, вкусно и питательно. В рационе – творог, свежие фрукты и овощи, каши и супы. Разрабатывая меню, технологи включили в него максимальное количество полезных для здоровья продуктов. Никаких замороженных полуфабрикатов, повторный разогрев блюд также не допускается. И нажаренное – строгий запрет. На столах будет только свежевыпеченное, сваренное или припущенное. Заключительной, самой вкусной частью презентации стала, конечно, дегустация. И каждому блюду эксперты поставили оценку «отлично» по всем параметрам. Во-первых, качество еды. Во-вторых, наверное, вкус. Потому что дети, естественно, знаете, что едят плохо, любят фастфуд, любят Макдональдс. А здесь это действительно здоровая пища. По крайней мере, по опыту прошлых лет у нас не было такого, чтобы дети в лагере не ели. Нас кормят всегда очень вкусно. У нас замечательные повара, бригады. И вот то, что готовят, то, что мы сегодня видим на дегустации, это не фантастика, это действительно то, что будут есть наши дети. То, насколько высоко оценят кулинарные изыски сами дети, станет известно совсем скоро. Первая смена в детских лагерях дневного пребывания стартует уже 3 июня. Евгения Солхудинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.